Деньги должников Жительница Уфы понесла наказание за поведение на рабочем месте. Девушка работала в колл-центре в коллекторском агентстве. Как-то раз ее рассмешила коллега, а в ответ та решила начать мяукать, как кошка. Происходящее случайно услышал руководитель. Причин такого поведения он не понял и объявил подчиненный выговор. Девушке также пришлось написать объяснительную, рассказав все как есть. Трех жителей Стерлитамака обвиняют в создании целой сети по продаже наркотиков в интернете. Они оставляли закладки на территории Салавата и Стерлитамака. Покупателей находили в интернете, а после оплаты пересылали координаты тайников. Жуликов задержали. У преступников изъяли около 120 граммов наркотиков. Весы и пустые пакетики для упаковки запрещенных веществ. По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. В Инорсе местные жители обнаружили маленького мальчика, который стоял один на улице. В МВД Республики прокомментировали, что ребенок сам ушел из дома, соскучившись по маме, которая отправилась в магазин. Отлучиться женщина планировала не более чем на 30 минут. Мальчик оделся и вышел на улицу, чтобы подождать маму возле подъезда. Неравнодушные граждане, увидев ребенка, находящегося без сопровождения взрослых, вызвали полицию. В настоящее время сын передан матери. Семья характеризируется как благополучная. Скандал в российском баскетболе. Когда в сеть попала видеозапись, на которой отчетливо видно, как капитан уфимской команды дотрагивается до чирлидерши команды соперника, практически исчерпан. Накануне Федерация баскетбола России наложила штраф на башкирский клуб, назвав поведение капитана команды неспортивным. В директорате Федерации изучили скандальную видеозапись. Баскетбольный клуб уфимец выплатит штраф за неспортивное поведение своего капитана.